Дорогие друзья, я вас хочу познакомить с результатами голосования, вот какую оценку этому дали наши зрители. Такой вопрос поставили, что стоит за резким сокращением численности населения России? Последствия Великой Отечественной войны и кризиса 90-х годов, так считают 2%, эпидемия коронавируса 4%, затруднились ответить 2%, социально-экономический курс власти 92%. Павел Николаевич, вот как бы вы могли прокомментировать, я конечно проголосовал за третий пункт, но у меня такое ощущение, что кризис 90-х годов я бы тоже в третий пункт тоже бы засунул, потому что он как тогда начался, так по-моему и не заканчивается. Ну я тоже сторонник вот третьего пункта, дело в том, что бытие же определяет сознание, и когда люди понимают, что второй ребенок для них является проблемой, потому что сразу резко падает, доход остается тот же, а ребенок это большие деньги, его надо содержать, и это останавливает людей. И мы понимаем прекрасно, что если бы был другой экономический курс, если родители получают достойную зарплату, если стимулируются, не вот эти вот деньги разовые, которые ты еще использовать-то не можешь, это же деньги ты же не можешь использовать на то, чтобы улучшить питание детей, чтобы каким-то образом потратить их на необходимость. Ну понятно, что 400 тысяч это деньги, которые для покупки квартиры и ипотеку, это не решение проблем. Кстати, в наших предложениях же было другое совершенно, что если рождается второй, а тем более третий ребенок, ипотечные кредиты гасятся вообще. И это бы существенно изменило отношение к рождению детей. То есть надо стимулировать людей, чтобы они, первое, увеличивали рождаемость, а второе еще, тут есть такая вещь, качество жизни. Потому что не главное родить ребенка, главное дать ему возможность развиваться. А у нас куда не пойдешь, везде нужно деньги платить. За кружки нужно деньги платить, за образование уже фактически нужно деньги платить, за дальнейшее, ну у нас даже в детском саду пытаются собрать деньги на питание, но это уже совершенно ненормально. И поэтому людей это останавливает, на мой взгляд. Я, кстати, не совсем согласен с предыдущим оратором, что мы сильная развитая страна, и поэтому у нас падает рождаемость. Нет, это неправда. Я другое вижу. Я вчера ходил на родительское собрание, у меня младшая дочь идет в первый класс. Так вот, закон о том, что второго ребенка надо обязательно принимать в ту же школу, где учится первый, привел к тому, что из пяти первых классов в одной школе, три заполнены у нас детьми второго, третьего, четвертого. То есть, если есть социальные гарантии, что улучшаются жилищные условия, если рождается еще ребенок, что папа получает дополнительные, молодая мама получает дополнительные выплаты, не разовые, а месячные, ежемесячные, что они гарантированно попадают в детский сад, в школу, что они не становятся нищими, а даже наоборот приобретают что-то еще, если у них рождается ребенок. Тогда в этом случае, несмотря на то, что достаточно высокий доход, люди рожают и рожают. Появились квартиры 12-18 квадратных метров. Решение ли это же личное? И даже где-то 9, по-моему, предлагались. Мы настолько подменяем понятие, что мы же видим, как это происходит, но нагрузка на территорию – это не только количество квадратных метров и людей, это еще и мусор, это экологические проблемы, это проблемы, связанные с работой. Мы пытаемся решить проблему. Даже, прошу прощения, нормы инсоляции отменили. Да, да, да. Раньше освещенность просто кем-то кнула. Нормы инсоляции отменили. С одной стороны, слушаешь, президент, вроде как у нас есть возможность, а с другой стороны, больше половины субъектов федерации прекратило жилищное строительство. То есть, это значит, что они не видят выхода, и, скорее всего, там начнется обезлюдивание населения. То есть, население просто будет выходить из этих регионов, и будут огромные территории, никем не заселенные. Да, я вспомнил наш монограда. Нет, но у нас не бывает свободных территорий, поэтому, скорее всего, кто-то их потом заселит. Но это не наши граждане, это другие совершенно люди. И поэтому тут надо понимать, что когда-то в Советском Союзе по 160 миллионов квадратных метров жилья было бесплатно роздано. А у нас все сидят в ипотечных кредитах, и как нищающее население, а у нас падение реальных доходов населения уже какой год подряд, вдруг выкупят эти квартиры по совершенно непонятным ипотечным кредитам. Никто же не предложил, а как сделать так, чтобы молодая семья не думала, как прокормить ребенка, а потому что ей нужно каждый месяц отдать банку большую часть своего дохода. И поэтому это такой огромный вопрос. А возможности есть всегда. У нас, к сожалению, на стройках некому работать, но строить мы... Кстати, буквально одну фразу Павел Николаевич очень точно акцентировал. В Америке просто масса исследований, поскольку там ипотека, ну, там давно и так далее, и жизнь в кредит, условно говоря, что снижается число детей в семье в зависимости от этого ипотека. Ипотечного кредита. Я, когда Николаевич слушал, я думал о том, что, помните, Песня Высоцкого, то еще ученые, доценты с кандидатами запутались с иксами. Еще раз, мы пользуемся статистическими данными, которым уже никто не верит. Это факт. Потому что их оценки уровня жизни, того, как растут цены в магазинах, не соответствует пониманию людей. Вот один, наверное, такой короткий пример о том, что едешь по России, все заводы и фабрики закрыты, а безработица, оказывается, у нас одна из лучших в мире. Всех назвали самозанятые, они кушают с огородов и непонятно, как получают деньги, но в результате у нас, оказывается, безработица нет. Но ты начинаешь смотреть сельскохозяйственные данные и понимаешь, что там вранье полное, потому что комбайнов все меньше и меньше, а зерна все больше и больше. Ну, чем же их убирает, это зерно, когда комбайнов уже практически не осталось? И тактористов нет. И поэтому, вот есть ложь, есть гнусная ложь, а есть статистика, это факт. Другое дело, что мы воспринимаем это все как, успокойтесь, у нас все хорошо, наверное, будет еще лучше, а люди в этот момент не могут свести концы с концами, и мы об этом уже говорили, о том, что никто не будет рожать, когда у него есть понимание, что каждый ребенок – это нищета. А у нас уже официальные данные, что семья с двумя детьми – это фактически уже практически бедные или нищие. И поэтому, как угодно стимулируете кого угодно, то он же понимает, что ему завтра никто бесплатно не предоставит здравоохранение, образование и все остальное. И поэтому сначала надо изменить общие принципы организации общества. А мы об этом еще поговорим специально, а потом я вам задам отдельный вопрос. Сейчас, посмотрите, чтобы было понятно. Если сравнивать предложения, ну, скажем так, прозвучавшие на съезде Единой России и предложения КПРФ, то это совершенно разные вещи. Причем это системные вещи, а то разовая выплата. Но для чего? Для того, чтобы просто объяснить потом, что приписав огромное количество голосов Единой России, скажут, ну, видите, президента поверили, он же 10 тысяч пообещал. Я, дорогие друзья, предлагаю сейчас посмотреть фрагмент документального фильма, который был снят журналистами нашего телеканала в подмосковном совхозе имени Ленина в хозяйстве Павла Николаевича Грудинина. Честно скажу, слушайте, ну, когда закончится вся эта травля, Павел Николаевич, вы, конечно, извините, против Павла Николаевича. Ну, неужели вы никак на ход событий повлиять не можете? Ну, сколько можно? Ну, правда. Если бы не влияли, вообще бы уже сожрали. Давно бы тут ничего не было. Ну, нам что делать? Мы уже, вот смотрите, как посидел он наш, бедный, Павел Николаевич за это время. Ну, Павел Николаевич, ну, серьезно, ну, что делать? Павел Николаевич, нет, вот, дружно, организованно, защищаться. Защищаться, мы ходим на всевозможные мероприятия, бегаем. Ну, как дальше? Нет, как дальше? Все хорошо, по-другому. Во-первых, отобьемся, раз. Во-вторых, надо дружно приходить и голосовать. В-третьих, надо сохранить это уникальное хозяйство, как пример для всех, что можно сделать даже в нынешних условиях. У нас единственное место, где в прошлом году 9 первых классов было. Нигде этого нет. И мамы с удовольствием ходят, рожают. Я жила в Махачкале. Я все время говорю, я нигде не видела столько беременных и с детьми. Только в Махачкале и в совхозе имени Ленина. По всей России. Я вам серьезно говорю, мне спокойно здесь, мне хорошо. Вы понимаете, мы выбирали по России очень много мест, где жить. И я, когда приехала в совхоз и увидела всю эту красоту, я сказала мужу, я хочу жить здесь. Здесь очень, вы посмотрите, это рай. Это рай для детей. Я рожала, честно вам скажу, я рожала детей в Америке. Я рожала целенаправленно и одного, и второго. Потому что я не знаю, какое будет будущее в России. Поэтому для меня очень важно, что Павел Николаевич был сейчас в списках. Я должна идти за него голосовать. Ну, сделайте все возможное, пожалуйста. Как говорится, не убавить, не прибавить. Павел Николаевич, но у меня к вам вопрос чисто технологический. В вашем совхозе 3-4 ребенка в семье, это норма. И есть где 5-6 детей. И вот я знаю, что в этом году в совхозной школе 9 первых классов. Это, в общем-то, даже, наверное, лучше, чем в Советском Союзе было. По сути, вы решаете общегосударственную задачу. А каким образом? Как вам это удается? Ну, во-первых, я уже говорил о том, что 4 это не так, но 3 ребенка, да, действительно, это есть. Но, опять же, две вещи. Первое. Молодая семья должна быть уверена в завтрашнем дне. Что папа не потеряет работу, что у него будет такой доход, даже если мама займется детьми, что он сможет прокормить всю семью. Еще у нее будет возможность развития, отдыха. А это очень немаловажно, чтобы дети отдыхали летом. И поэтому, поскольку у нас достаточно высокий доход наших работников и окружающих, мы обеспечиваем вот такую стабильность. Плюс еще к этому наш принцип был до недавнего времени, что если рождается ребенок в семье, то они получают дополнительное жилье. То есть мы меняем квартиру на большей площадью. Что, в принципе, делалось и в Советском Союзе. Да-да. Если семья была многодетной, то она имела первочередное право получить улучшение жилищных условий. И она не думала о том, что, слушайте, ипотека задушит нас вообще. Поэтому Юрий Васильевич, в чем прав? Абсолютно надо поменять концепцию развития страны. И тогда вы получите всплеск рождаемости. Потому что главное, нужно поставить во главу всей политики человека. Особенно молодого человека, который должен быть не только уверен в завтрашнем дне, он должен быть уверен в том, что не надо ездить в какую-то Америку и рожать там. А значит, что здесь лучшие условия. А у нас для этого все основания есть. Самая богатая страна в мире почему-то не может стимулировать рождаемость и обеспечить человеку уверенность в завтрашнем дне. Потому что мы все абсолютно не уверены. А заболел – это приговор. Значит, собрать ребенка в институт или в школу – это тоже целая финансовая проблема. Причем она такая, для некоторых просто нерешаемая. Поэтому надо поменять все. Читайте программу «10 шагов достойной жизни». Почему в России таких мест, как совхоз имени Ленина, так мало? Почему это, к сожалению, исключение? А что, Павел Николаевич, чем он гордится? А сколько он оптимизировал? Сколько он выиграл на закрытии клиник, на закрытии мест? Давайте послушаем. Мне кажется, как менеджер он очень плохой. Просто в нынешних условиях. Просто у него место классное. Давно бы уже можно было конвертировать. Более того, я хочу сказать, что это по сути все равно Москва, ближняя Подмосковья. Это рождаемость исходно ниже. Должна быть. Должна быть. То есть это не просто там какой-то отдаленный достаточно регион. А здесь действительно в хорошем самом смысле Кавказ, так сказать. Вот так сказать, мы здесь видим. Поэтому я к чему? Смысл назначений, целевая функция. Юрий Васильевич как в воду глядел. Мы три года бьемся с областными властями, чтобы нам дали разрешение на пристройку к школе за деньги акционерному обществу совхоза имени Ленина. И нам три года отказывают. Я говорю, слушайте, уже позвонился до министра. Вы понимаете, что вы делаете? Мы же не боулинг-клуб какой-нибудь или не торговый центр собираемся строить. Нам же нужна школа. Потому что дети, начальные классы, они не могут уже жить в таких условиях. Нужно увеличить количество классов. И не нужно ничего добиться. Сложившаяся система с начала 90-х годов. Эта система запрограммирована. Я не знаю, есть ли такие вообще странные. Но система исходно заужена на самоуничтожение. И вот чтобы в рамках этой системы не предпринимать, система диктует, что институты жизнеобеспечения будут деградировать. Поэтому совхоз имени Ленина, он в общем-то в диссонансе с этой системой находится. Но если мы говорим о демографических показателях, без смены этой системы, в общем-то, нечего не получится. Давайте мы разбираться со своими проблемами сами. Потому что плохому танцору что-то всегда мешает. Но надо понимать, что есть деятели из Единой России, которые рассказывают о всем виновата Америка. Они заставляют нас голосовать за пенсионную реформу. Ты договорился до того, что они командуют уже и правительством, и всем остальным. Но это чокнутые. Мы должны понимать, что если мы сами принимаем решения, мы суверенная страна, то за все, что происходит на нашей территории, отвечаем мы сами. И никакие не американцы, не кто... Они могут купить каких-то коррумпированных чиновников, сделать им, чтобы они вывозили... Что охотно и делают. Но подождите, но это мы. Это мы этих чиновников. Каждый народ достоин того руководителя, которого он избрал. С этим нельзя не согласиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...